книга инфодайвинг над сознание наталья зайцева ирина остапук из автобизнеса в шизу 2007 год дилерский автоцентр кабинет директора мне даже трудно теперь вспомнить себя в этом кресле как будто это была не я жесткая наглая цепкая не раз слышавшая за спиной не зайчиха а бульдог я строила карьеру 10 лет и вот достроилась в один прекрасный день с ней зашло озарение догнала и накрыла вопросами кто я зачем живу чтобы поменять одну квартиру на другую одну машину на другую в чем смысл такой жизни я прожила 36 лет у меня было все по меркам социума но не было гармонии с собой я не видела смысла в том что я делаю как живу и зачем живу будучи инженером по образованию логиком и практикам по сути мне было сложно мириться с таким провалом внутри кризис возраста скажет обыватель но за этим кризисом было нечто более глубокое и это я чувствовала еще в детстве чувствовала что мир огромен и он полностью доступен мне открыт здесь можно все и я чувствовала себя единой со всем этим миром а в 36 лет я чувствовала себя зажатой рамками привычками обязательствами даже одеждой она тоже была чужда и неудобной потому что так надо было выглядеть согласно деловому этикету кукла манекен проживающий не свою жизнь а дома были муж тогда еще два старших сына любовь но им меня не доставалось вот с этого начался старт в психотехнике вот так я сошла с ума когда бросив успешную карьеру деньги связи все просто все выбросив из своей жизни я ушла в шизу я открыла центр человека проект слыша название которую люди крутили у виска я начала приглашать в беларусь экстрасенсов представляете беларусь начали съезжаться гуру экстрасенсы знакомые незнакомые мне люди для того чтобы меня чему-то научить а старт к этому случился тоже вот в это же время муж подарил мне книгу мир закаримаса на кучу нарбекова опыт дула рака или ключ к прозрению не было плохое зрение а там как утверждал муж были упражнения но меня увлекли не упражнения я читала и это был глоток чистой воды в затхлом болоте жизни в рутине в беготне и в игре по чужим правилам я решила познакомиться с уфийскими наставниками лично что и служит случилось в 2008 году поездка была обычной кроме одного эпизода это было в бухаре мы вошли в мечеть а ты мама отделился юношей попросил подойти сказал что учитель хочет дать нам книгу она была на флешке случайно с собой оказался ноутбук каждое утро я делала практику именуемую зикро открывая свое сердце каждое утро закрывая глаза я видела и я не буду писать и рассказывать что я видела однозначно это были помощи сопровождение в общем через девять месяцев стартовал проект центр человека ровно девять месяцев как беременность родился бизнес и поехали гуру первым был вячеслав михалыч бронников мы с ним познакомились феодосии потом были исследования академии наук этого метода положительное заключение замечу ой потом было очень много поездок потом ко мне приезжал в минск анатолий ефимович белоусов удивительный человек который вел бесконтактный бой или александр леонида лавров тоже удивительный человек который вел бесконтактный бой потом полонин приезжал тоже потом мы были в звездном городке где познакомились с николаем александровичем юмановым и там же с петром или чем клемком здесь даже фотографии есть представляете а николай александрович юманов занимался реабилитацией космонавтов когда они возвращались из космоса либо когда они летели в космос он готовил к полету представляете какие психические нагрузки там испытывают люди интересно мне тоже было дико интересно мне было дико интересно общаться с людьми которые обладают какими-то психическими способностями и они не вот эти экстрасенсы которых там шандарахнула молнии или еще чем-то да хотя и такие ко мне тоже приезжали там был один человек который два раза молния ударила но кроме них были еще шаманы ламы поездки к ним знакомство с кармапой 17 представляете даже буддизм не миновал а еще были поездки в перу к шаманам и потом приглашение их в беларусь представляете это это была такая интересная жизнь когда вот люди видят по телевизору экстрасенс а мне если нравился этот экстрасенс и я так смотрела думала ну он чему-то может научить я просто находила его контакты звонила или приезжала к нему и говорила чувак приезжай минск мы найдем как обеспечить твой приезд я брала на себя финансовую часть и мне было интересно то что преподается и так шаг за шагом мы переходили от психотехник которые были в основе имели какой-то гуру каким-то психотехником уже получившим распространение а-ля тата хилинг там цигун а а-ля рейки а-ля космоэнергетика а-ля-ля-ля таком было очень много всего проходили 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 окружающие люди особенно из моей старой жизни автомобильной крутили уиска и говорили что я чокнуты но вы знаете после того как я увлеклась психотехниками и начала знакомиться с интересными людьми не было пофигу чтобы мне говорят мне было интересно жить я нашла смысл жизни я так кайфовала ну что я каждый раз при каждом знакомстве получала новое знание чего стоили знака чего стоило знакомство с кремлевскими экстрасенсами а юрий малин приезжал в минск и потом я к нему ездил в москву в гости у нас теплые отношения были чувствовали американские экстрасенсы которые тоже прилетали в беларусь замечу никуда они прилетали в минск сидели в этой же квартире на моей кухне рассказывали то что они знали то есть семинар семинаром а личное общение это личное общение никуда не денешься от него кухня между прочим очень хорошее место скромных бытовых условиях это вообще идеально и таким образом в какой-то момент произошло насыщение то есть 12 лет работы и произошло насыщение когда стало очевидным что это все гипноз что все что касается гуру экстрасенсов людей которые говорят о своих психических способностях они все в гипнозе и не все используют гипноз вопрос под какой канал восприятия этот гипноз завуалирован какой канал восприятия перекрывается в доминанте и дальше каким образом идут манипуляции сознанием человека сознание человека при этом спящие и в основе управления все равно будет лежать состояние власти и вот когда пришло осознание целостности гипноза тогда была написана книга управления восприятием и уже после этой книги был создан клуб клуб по гипнозу замечу один клуб вел в минске минский клуб самогипноза вел олег гребенюк это очень хороший гипнотизер я очень тепло вспоминаю номера 2000 восемнадцатом году в конце конце октября начале ноября где-то ушел из жизни сердечный остановилось сердце даже не приступ остановилось сердце но мы с ним вели клуб он был свой клуб минский клуб самогипноза я открыла свой клуб где по средам днем собирались люди он даже был без названия этот клуб просто в офис съезжались люди и мы ржали мы очень много ржали мы загружали человека в состояние от 3 1 до 3 3 и дальше задавали вопросы пытаясь получить объективную информацию то есть нам неважно было на какую тему доставать информацию мы ходили разговаривали с лениным с крупской со сталиным какую ерунду мы только не делали более того мы точно также цеплялись к живым ныне существующим персонажем нам хотелось там посмотреть что там у кого в голове происходит и мы это все выкладывали потом в публичный доступ и очень много ржали потому что такой чуши и такого обилия чуши никогда не лилась в таком количестве в интернет в каком тогда заливала это все я и это все между прочим так и осталось на моем канале на ютубе канал наталья зайцевой и так продолжалось до конца восемнадцатого года когда человек наверное пять или шесть одновременно не ввалились в состояние пара сомнамбулизма на клубе то есть за сомнамбулическое состояние конечно первыми были сомнамбулы олег подготовил хороших сомнамбулов раскачал и была олечка там был артурчик был андрей была наталья была лена была аня было много людей у кого получилось вот сделать этот шаг этот шаг в пара сомнамбулизм и вдруг пошла объективная информация то есть ты у человека спрашиваешь и понимаешь что он говорит а это а это реально так и в этот момент стало очевидным мы совершили открытие мы зашли за сомнамбулические состояния о возможностях пара сомнамбулизма упоминал рожковский но он даже не зафиксировал эти состояния как исследованы в психике как предположение что такое может быть то есть это должно было быть если есть гипноз то есть просыпание само собой мы же в зеркало смотримся если есть хотя бы минимальное сознание зеркала то становится очевидным что это так и вот господа было совершено открытие открытие пара сомнамбулических состояний причем если рожковский упоминал про активный пара сомнамбулизм то мы вошли в пассивные пара сомнамбулические состояния это еще за активными дальше то есть на такой глубине до нас не бывал никто и мы понимали что это открытие и это открытие если брать по уровню примерно это как открыть мобильный телефон в племени мумба-юмба и потом попытаться запатентовать этот мобильный телефон то есть для того чтобы запатентовать мобильный телефон в племени мумба-юмба надо чтобы у мумба-юмба были эксперты по мобильным телефонам а их нету их не могло быть потому что наша медицина, которая работает, даже наши лучшие нейрофизиологи, лучшие нейрофизиологи, у них есть момент, когда им говорят, стоп, дальше ходить нельзя. И они не ходят. Почему? Потому что там религия, потому что там страшно, потому что там ограничения. И даже, когда тебе не говорят, стоп, ты сам себя запугаешь бесами, дьяволами, еще кем-то, но ты не полезешь, потому что туда никто не ходил, там страшно. И вот племя Мумбаюмба жила всегда без мобильного телефона, ему не надо было просыпаться. А тут, блин, нашлись какие-то недоумки, которые эти состояния взяли и писали. И еще хотят получить патент. И знаете, особенно тяжело было белорусам. Особенно тяжело было белорусам, мы обращались в патентное ведомство здесь, в своем отечестве нет пророка. Если бы мы были американцами, то нам бы аплодировали стоя и говорили, американцы, как всегда, впереди планеты сей. А тут же свои, а тут же белорусы это сделали, а их же надо топтать. И мы обратились в Евразийский экономический союз за патентом. Прошли экспертизы. Вот ждем, найдется в племени Мумбаюмба человек, который возьмет на себя ответственность в выдаче патента. Потому что на самом деле, если открытие инфодайвинга, а мы имеем право назвать наше название, дать то, которое считаем нужным, мы погружались за информацией, инфоинформация, дайвинг-погружение, мы погружались за информацией. И слово парасомнамбулизм мне не нравится, потому что сомнамбул — это травматик, а парасомнамбул — это двойной травматик. Я не хочу, чтобы человека просыпающегося называли двойным травматиком. Это глупо. Это человек, проработавший свой травматизм, а не двойной травматик. То есть изначально термин, который предложил Рожковский, он неправильный. Поэтому инфодайвинг — это правильный термин с точки зрения психики. И если мы подходим так, то мы будем говорить о том, что какой-то эксперт в племени Мумба-Юмба, который никогда не пользовался мобильным телефоном, должен сказать «Да!» Это открытие мобильного телефона. Наверное, проще отдать американцам. Американцы заплатят деньги, и это будет. В Канаде, между прочим, инфодайвинг уже признали официально. Быстрее, чем в Евразийском Союзе. И на порядок быстрее, чем в Беларуси. И, знаете, больно за Беларусь. Но я знаю, никто никогда не отберет первенство этого открытия у беларусов. Книга «Инфодайвинг над сознанием» полностью описывает нашу работу и первые результаты. Первое. Здесь свидетельские показания. Здесь работа с детьми. Здесь работа с мамами. Здесь обратная связь. Здесь нет ни слова лжи. Целая книга, описывающая начало изобретения. И это сделали мы. Две женщины. Наталья Зайцева, Ирина Стопук.